Привет! С тобой Вымпел. Здесь у нас ты узнаешь все самое важное и интересное из мира индустрии гиков. Кино, сериалы, игры, настолки, комиксы и многое другое. Смотри сегодня в выпуске. Оби-ван Кеноби завершился. Наконец-то. Что да как и стоит ли ждать второй сезон? О настольных играх. 7 самураев, всемирно известный фильм о Киро Курасаве, стал настольной игрой. Об играх. PvP PvE, шутер от создателей серии Total War и Чужого. Новости о PS Store и его обновлении в Европе. И анонс настольной версии киберпанка. Надеемся без багов. Ну и по традиции начинаем мы с новостями из мира видеоигр. Разработчики Alien Isolation и Total War анонсировали мультиплеерный PvP-VE шутер Гиены. Скорее всего вы давно и не один раз слышали термин морские волки. Но доводилось ли вам слышать о космических гиенах? Нет? Нам тоже. И видимо студия Creative Assembly в содружестве с Sega решили это исправить. В рамках шоу AJN Summer of Gaming 2022 они анонсировали игру, про которую ходили слухи. Ходили слухи давно, полагали, что это может быть новый чужой, которого аудитория ждала и однократно просила. Может быть это новый шутер, о инновационных механиках которого несколько раз проговаривали сами представители студии. Но студия превзошла все возможные ожидания. Действия игры развернутся в будущем. На Земле жизни нет, все согласно прогнозам SpaceX богатые люди живут на Марсе. Ну а мы, в виде отряда небольших мародеров, грабим оставшихся, космических путешественников, жителей заброшенных станций, пытаемся вынести все самое ценное, артефакты и прочие радости жизни, которые могут упростить существование в недалеком будущем. Пока мы видели только презентующий cinematic трейлер, выполненный в стиле уже ставшего притчей в языцах мультфильма Человек-паук через вселенные. Общее содержание, по крайней мере анонсы напоминает Сталкер. Ну а когда выйдет? Обещают в 2023 году. На сайте уже существует ссылка для перехода в бета-тестирование, однако смогут ли принять в нем участие игроки из России, пока неизвестно. Трейлер на Столке Cyberpunk 2077 Gangs of Night City. На Kickstarter выходит адаптация компьютерной игры от CD Projekt Red. Уже упомянутый нами несколько выпусков назад издатель настольных игр Кмоунгеймс в содружестве с компанией CD Projekt Red выпустил трейлер игры, которая прямо сейчас проходит сборы на площадке Kickstarter. Cyberpunk 2077, банды Night City. Игра, в которой от одного до четырех игроков возьмут на себя роль глав безжалостных картелей, борющихся за контроль над этим чудесным и опасным городом. Нам предстоит сражаться с бандами на улицах и на просторах сети. Нетранеры тоже будут. Лишь самые смелые герои их поступки останутся в памяти города. И только репутация проложит путь к вершине, гласит синопсис. Будет ли в игре много багов? Неизвестно. Но много миниатюрок в духе Кмоунгеймс будет точно. Прямо сейчас игра собрала уже больше 100 тысяч долларов на площадке и стремительно продолжает преодолевать планку, открывая все новые и новые дополнительные цели. И Silverhand там тоже будет. Выйдет когда-то в 2023 году. Обновленный PS Plus заработал в Европе, но в России к нему, увы, нет доступа. Обновленная версия запустилась в Европе, и в России произошли некоторые косметические обновления. Например, появились классические игры с PS1 с ценами, но, к сожалению, оформить покупку невозможно. Все заканчивается ошибкой. Осталась базовая цена базового тарифа, уплатить которую, впрочем, тоже не представляется возможным. Косметические изменения прошли. Допустим, у игр, например, как Стражи Галактики, появился значок PS Plus. Значит, игра доступна по подписке. Но, повторюсь, игроки из России узнать, так ли это или нет, смогут очень и очень нескоро. Ну и продолжая тенденцию «близок локоть да не укусишь», летняя распродажа Steam стартует 23 июня. Раньше запланированного времени на YouTube-канале Steam нашли ролик, посвященный следующей крупной распродаже Steam. Она, традиционно, одна из крупнейших. Крупнее у нее только зимняя. В этом году стартует 23 июня, то есть сегодня, и продлится до 7 июля. Как обычно, скидки будут на тысячи тайлов из всех возможных жанров и категорий. Какие именно, узнаем сегодня. Да, сейчас существуют возможности пополнить кошелек Steam. С бубном, с танцами, с магией. Но есть. Если вы хотите прибрать себе к рукам какую-то крупную новиночку, или сожалеете, что из-за санкций не успели забрать себе классную игрушку, о которой так давно хотели, возможно, сегодня самое время обратиться к волшебным способам. Ну и не уходя далеко от темы настольных игр из компьютерного пространства, мы плавно переходим к нашей постоянной рубрике обзором настольных игр. Ну и продолжением нашей классической рубрики про настольные игры будет адаптация культовой картины Акиры Курасавы, посвященная семье самураям. И сегодня она на нашем столе. Суть игры проста. Это кооперативное развлекалово для группы до четырех человек, где им предстоит защищать деревеньку. Это уже классический сюжет. Деревеньку, салун, неважно. От повадившихся грабить бедных крестьян, разбойников. Здесь на выбор, в отличие от классического фильма, вместо скучных черно-белых, но по-своему запоминающихся самураев, здесь яркие персонажи. Их ровно семь штук. У каждого свой жетон. И, что самое интересное, у каждого свое звериное я. То есть здесь есть и песец, и медведь, и енот, и хаски, или сибаину, и вепарь, и макака, и самый настоящий тыгр. Устроить кошмар любого вида, любого цвета, с любыми когтями врагу, собственно, прилагается. И за что же мы будем биться? За вот эту деревню, которую мы можем покрыть жетонами. Игра предельно иммерсивна, несмотря на то, что в большинстве своем она отпечатана. Из объемных объектов, то есть из фигурок здесь всего семь деревянных фишек из красного дерева. Ну, не хотелось бы верить, что оно красное, но это, скорее всего, просто прокрашенное красное дерево, которым мы отмечаем у персонажей их показатели силы в данный момент. А все остальное, то есть жетоны ран, жетоны суперспособностей, вот они на экране, это вещи, которые здесь отформированы на толстом картоне, и при том, что до этого приходилось играть партию не одну, и партии были довольно разгоряченными, то есть приходилось быстро выставлять жетоны, края у них не стесаны, не расслаиваются, и это очень хорошо. Для игры таких масштабов и относительно низкой ценовой категории это очень хороший результат. Кто же будет противостоять за такой скромный финансовый кэш нашим самураям? Ну, противостоять будут жулики, они напоминают чем-то игральные карты, у каждого есть какая-то своя стоимость, вся игра в целом выполнена в несколько пародийном стиле, то есть если единичка, то самый дрич с дубинкой, если тройка, то какой-то товарищ в странной шапке, ну, классический сумо-вышибалый из фильмов, психи с ножами, ну и куда же без харизматичных боссов, они оцениваются в 5 и в 6, ну, как пример. Ронин с двумя клинками и шикарными усами, какой-то странный товарищ с заточками, если есть бугай, то тут бугай с двумя дубинками, топоры, разноцветные доспехи, ну и парень с потрясающей улыбкой, мечта любого стоматолога. Эти персонажи в количестве, которое регламентируется в зависимости от числа игроков, пытаются напасть на деревню. На протяжении трех раундов, на протяжении их нам предстоит защищать. Этих несчастных крестьян от прорыва. От прорыва противника, который будет пытаться убить семьи, сжечь заборы, сжечь дома, а за сжигание дома предполагается какой-то неприятный бонус. Это или случайная рана, или может перекинуться огонь на соседний дом, а там еще одна рана. Персонажи в игре относительно дохлые. Достаточно одного тычка, чтобы получить рану, второго тычка, чтобы перевоплотиться, и третий тычок контрольный, вот ваш герой в звериной фазе, он получает финальную заточку в почку и отъезжает в мир иной. Как только отъезжает хоть один, считается, что игра проиграна. Задача не только защитить деревню, но и в первую очередь членов своей команды. Играть надо дружно, и играть можно как настоящий самурай от атаки и от защиты. То есть, пример, скромное сдвижение, в свой ход персонаж может атаковать, спасать или помочь другому игроку. Для помощи другому игроку у него есть вот такой маленький жетончик, который он может передать. Это цифры, вот тут в данном случае это нечетные, 1, 3, 5, значения, карты которых персонаж игнорирует. Допустим, если персонаж решил биться, мы тянем случайную карту из колоды, здесь показывают, ну, в данном случае нам не повезло, карта взята сверху, шестерка. Шестерка самый настоящий босс, шреддер криминального мира, с такими огромными как у Росомахи когтями. У него сила 6, то есть мы можем решить, что мы будем делать. Мы можем или от него защищаться, то есть положить в левую сторону, или биться в правую сторону. Здесь игра построена на механическом балансе, у каждого персонажа разное число фактически здесь силы. То есть у обезьянки это 8, у кабана это 12, ну, канбей и ситиродзи, прошу прощения. Допустим, если мы решили биться, то мы должны выставить нашу силу на шестерку. Проходит кон, игроки все сделали свой ход, каждый побился, мы тянем снова карту. Пятерка. Мы можем или защититься, если у него есть жетончик, или биться. Допустим, мы решаем продолжать бой. Мы увеличиваем на 5, и у нас здесь 11. Фактически у нас остается всего 2 очка, до того, как нас нокаутируют. Если жетон встает на значок с огоньком, это значит, что сил оказалось слишком много, и нашего бравого самурая закидали тапками. Если он встает на символ, обозначенный цветом этого самурая, то есть это или 8, или 12, или 10, персонаж может сыграть какую-то свою уникальную способность, которая указана внизу. В этом плане планшеты персонажа очень удобны, тем, что они отмечают самые важные и необходимые детали. И для каждого, я повторюсь, для каждого персонажа есть памятка. Не просто с эффектами персонажей, со злодеями, допустим, а с полноценной способностью. Ну и тут в количестве 7 штук, всех цветов. Поэтому, если у вас в команде новички, им будет очень просто сориентироваться. И в целом, минимализм поля и ярких компонентов способствует тому, что в игру ты быстро вкатываешься. Это не оформленное в японском стиле загадочных гравюр или иероглифов тактическое сражение, нет. Это узнаваемый трэш, я бы сказал, который зовет себя принять в честь и всех желающих. То есть, если вы, например, считаете, что бой для особо одаренных людей и настоящий самураи, он хорош в защите, в защитной стойке, персонаж может взять себе одну карту налево. Здесь на жетоне указано по 3 карточки, кого он может защитить. Шляпа, деревня, житель. По, получается, одной деревне, одному жителю и одной шляпе персонаж может у себя спрятать. То есть, не может защищать 2 деревни или 2 жителей. Это собрано для баланса, чтобы когда карта истощается, колода становится пустее, способностей на карте все меньше. Вы не отъезжали как можно быстрее, могли дотянуть до конца раунда. Ну и, разумеется, когда все отыграли, карта бандитов стала пустой. Считается список тех, кто прорвался. То есть, те, кто не поместились. Ни с этой стороны, ни с этой стороны смотрят свой жетон. Если указан, например, огонь, это значит, что сжигается или ограда. Если нет ограды, то сжигается какая-то постройка. Если есть дополнение в виде, например, жетона или символа жителя, то, соответственно, гибнет житель. Таким образом, после подсчета первичных очков, колоды тасуются заново, замешиваются куда более опасные противники. То есть, по замыслу геймдизайнеров, шестерки и пятерки появляются ближе к концу. Разумеется, в начале вам такой радости не выпадет. И лишь когда вы сразились с ними всеми, проходит кон, проходит второй кон, проходит третий кон. И если домики, хотя бы один остался цел, и если все самураи на ногах, да, они могут быть покоцаны, да, они могут быть в своей альтернативной звериной форме, вне себя, так сказать. Но если хоть кто-то выжил из домов, и выживы все самураи, это два главных правила, вы победили. Если приноровиться, то есть не сидеть, не долго как-то рассчитывать и выдумывать, вы можете разложить одну партию где-то минут за 15, и поэтому полный кон, получается, проходит 5 минут в общей сложности, 3 кона 15 минут, и за час вы можете разложить несколько партий от начальной тренировочной до все более усложненной, с меньшим числом домов изначально, с меньшим числом аград, с иными модификаторами, и в этом игра очень приятна, она легко транспортируется, она проста в хранении, она не требовательна для места, коробка небольшая и крайне компактная, она требует умеренно бережного хранения к своим компонентам, то есть несколько пакетиков, то есть вполне себе пакет без каких-то изысков, никаких пластиковых органайзеров, деревянных боксов, всего этого не нужно. Карты, несмотря на то, что, например, вот они хранятся без бумажек у меня, они все в хорошем состоянии, они не напоминают какую-то истертую колоду, напротив, все хорошо, они вылокированы, и несмотря на время, несмотря на то, что, например, планшеты на свету обладают некоторой потертостью, картон все еще не расслоился, и главное, яркие, отпринтованные изображения никак не пострадали от времени, или от какого-то слишком, слишком какого-то сильного эмоционального обращения с ними, если ты в сердцах бросаешь карту, вы можете не бояться, это не маленькие картишки от какого-нибудь варгейма, которые могут поймяться, пострадать, и, собственно, из-за этого исчезнуть. Вот, ну и что я вам хочу сказать напоследок, я желаю вам успешно защищать свои деревни, успешно заботиться о своих близких, не обязательно на поле настольного боя, можно пойти помыть посуду, или иным способом, сходить в магазин, чтобы родители не таскали тяжелые сумки, и стараться не попадаться на глаза вот таким мордоворотом, потому что, судя по инфидиономиям, ничего хорошего вас ждать не будет. Ну а мы плавно от настолок перетекаем в сериал. Ну и мы вводим новую рубрику, это обсуждение сериалов. Видеоряд здесь будет присутствовать лишь частично для демонстрации каких-то моментов, о которых я хочу проговорить. И сегодня гость нашей специальной рубрики это завершившийся вчера, я вам хочу сказать, слава богу, что завершившийся сериал Оби-Ван Кеноби. В нем возлагались большие надежды, не только фанатами джедая, но и в целом неравнодушными к саге, поскольку джедаи это ключевая, проходящая через всю серию фильмов про звездные войны, красная нить. Это то самое звено, за которое многие знают и любят серию. Не похождения повстанцев, не тоталитарные возгласы о кошмарах империи. Нет, именно история про джедаев. Те самые самураи, скрещенные с ковбоями, скрещенные с монахами. Те самые войны, которые во имя своей догмы несут порядок, мир и баланс в галактику. Кеноби – один из самых ярких, один из самых колоритных представителей Ордена. Спокойный, рассудительный, мудрый, появившийся в фильме «Новая надежда» в исполнении Алика Гиннесу он внушал атмосферу успокойствия, доверия, тот самый наставник по Кэмпбеллу, персонаж, за которым хотел следовать, который много знал, который хранил в себе загадочную скорбь, печаль, иначе почему он уединился на богом забытой планете под чужим именем и годами скрывался там от всех тех злодеев, с которыми он, как джедай, был призван бороться. Ну, разумеется, с выходом оригинальной трилогии, с выходом приквелов мы узнали всю его драму, всю его боль, связанную с его прошлым учеником. Ну и сериал был призван не только заполнить кошельки инвесторов Диснея, но и в том числе видимо эмоциональную брешь у тех, кто с 2003 года ждал возвращения Юэна Макгрегора в образе харизматичного джедая. Каким оно получилось? Ну, вопрос спорный. Меньше всего нареканий вызывает сам актер. Юэн Макгрегор мало того, что сохранился, потрясающе. Ощущение, что он вступил в один клуб с Киану Ривзом и качает энергию прямиком из всеобъемлющей окружающей нас силы. Он выглядит отлично, убедительно, вот как раз таки, несмотря на, казалось бы, перерыв почти в 20 лет, 19, если быть точным, он выглядит точно так же, как и выглядел с того момента, как закончились похождения Энакина Скайуокера и свершилось перерождение впугающего Дарта Вейдера. Он улыбчив, у него появились необходимые для создания печального образа морщины, но не возникает ощущения, что это актер, которому забыли наложить компьютерную графику. Да, мы знаем, такие прецеденты бывают. Я вам больше скажу, в этом же сериале такие прецеденты будут. Он харизматичен, он хорош, он старается, он чарует своим голосом и видно, что он проявляет полный энтузиазм по отношению к тому, в чем снимался. Неоднократно в интервью употреблял слова, что он хочет вернуться в сериал, что он хочет снова сыграть в кино. И вот у него возможность появилась и, судя по финансовым успехам, появится не одна, уже идут слухи о втором сезоне. О чем там будут рассказывать, правда, непонятный был ли нужен первый, это тоже вопрос открытый, но тем не менее видно, что хотя бы один человек получил максимум удовольствия от съемочного процесса. Противостоять ему будет звезда промо-материалов, легендарный лорд Дарт Вейдер, который всегда появляется под тему имперского марша. Хороший ли он получился, ну, очевидно, скорее нет, чем да. Несмотря на то, что это официальный продукт, не фан-фильм, казалось бы, Диснеи ставят свою печать качества, но, видимо, в этот раз цензоры просмотрели. Вейдер выглядит пластиковым, в моменты, когда деформируют ему шлем, мало того, что это начисто сворованная сцена из другого Диснеевского продукта с тем же Дартом Вейдером, шлем выглядит дешевым, неприближенным к лицу, неправильно посаженным, грим вызывает ощущение, что внутри сидит человек под странным освещением со странной серой тоналкой на лице. Разумеется, световые мечи, это фактически святая святых любого джедая, это артефакт не только во вселенной, но и в мире гиков, поклонников, у каждого есть свой хозяин, у каждого есть отличительные черты, что-то, что его выделяет. И в данном случае все мечи, без исключения, что клинки безмолвых инквизиторов, что клинки Кеноби, что клинки Пейдера, это проклятущие, фосфористирующие лампы. В середине сезона уже, во время первой стычки, замечалось, что в темноте эти лампы особенно сильно отражают свет, они выглядят неубедительно, они выглядят слишком массивно и портят всю атмосферу, вызывая ощущение, что это дерутся два фокусника, которые пытаются свои палочки как-то заставить светиться в темноте. Но вы не представляете, что нас ждет в финальном эпизоде. Мало того, что с точки зрения хореографии лучше не стало, персонажи двигаются в динамике, и камера трясется вместе с ними. То есть, какое правило экшн-сцены? Или трясутся персонажи, а камера неподвижна, или трясется камера, а персонажи при этом сохраняют какую-то траекторию действия. Здесь, в данном случае, мало того, что укачает персонажей вот так вот. Так еще представьте, если бы камера при этом двигалась бы по всем осям, вверх-вниз, справа-влево. Даже планы сверху, казалось бы, будто снимают с дрона, ощущение, что оператора попросили вот так вот очень сильно потрясти пультом, потому что любая попытка скрести световые мечи, когда они наносят друг другу удары, не просто ощущается удар, ощущается землетрясение, будто вся перспектива сносится, и такие сильные, ярко освещающие лампы, они только портят эффект, потому что возникает эффект Марьева, когда все резко качается, очень сильно вот этот свет начинает бить по глазам. Ну и, разумеется, ни о каком серьезном контексте сцен быть не может, когда у тебя, у персонажа в ночи, мало того, что ничего не видно, а как только он включает световой меч, начинает быть ничего не видно, но в плохом свете. И когда возникает кульминационная сцена между Кеноби и Энакином, когда они ведут беседу, у каждого из них часть лица подсвечена мечом, и видно, какой контраст между актерской, технической работой, что МакГрегор слезу из себя давит, старается, расстраивается, возможно, он расстраивается из-за того, что он видит, как это все снимается, до этого мы пока не дошли, и, возможно, мы никогда этого не узнаем. Но, когда, представьте себе, слезы в глазах, и тут снизу свет, будто это человек, который вот так вот сидит и рассказывает вам ужастик через фонарик, вот пугающую историю. Свет, тени, брылы видны, я извиняюсь, слезы начинают играть, будто у него, как у паука, много глаз. Ну и то же самое с Эннекеном, пластиковый черный шлем, от него странно отражается свет, глаза тускнут, и, я думаю, на этом можно подвести итог обсуждения технической части, потому что грим, грим, особенно на фоне недавно опубликованных изображений, они были опубликованы за день до выхода финальной серии, показали орков для грядущего сериала по пластелину колец, и насколько там они классные, из подвижного грима, несколько силиконовых слоев, что у них там и уши какие-то видны, и носы кривые, и куча всяких неровностей на коже, видно, что это прям вот образцовые уроды, над ними по-своему постарались. Между тем, инопланетные уроды в «Звездных войнах» это женщина, которую облили зеленой краской, это мужчина, которого облили красной краской, это мужчина, которого облили какой-то серой краской и несколько раз проявили скребком, чтобы создать иллюзию шрамов, ну и все в таком духе. По поводу технологий «Дипфейк». Дисней не первый раз ей пользуются в произведениях по «Звездным войнам», в том числе в втором сезоне «Звездных войн» в «Мандалорце» появился Люк Скайуокер. У него лицо было, соответственно, обработано с помощью специальных компьютерных технологий. Эффект был не очень удачный, скорее жуткий. Во втором сезоне «Мандалорца», вернее, скорее в сезоне «Боба Фетта», в втором с половиной сезоне «Мандалорца» Люк тоже появлялся и результат стал чуточку лучше. Но при всем при этом, видимо, технологиями решили не пользоваться и Хейдена Кристенсена, исполнитель роли Энакина Скайуокера, в сцены флешбеков драки между Теноби и Энакином тренировочным его поставили в нынешнем виде. 19 лет прошло, жизнь у актера не очень простая, судя по всему. Несмотря на то, что видно, что он рад появиться в кадре и ты рад его видеть, рад его слышать, не покидает ощущение, что что-то не так. У него стало шире лицо, появилось больше морщин. Даже если его привели в порядок гримерами, видно, что не хватает технической обработки, видно, что он постарел. Это никак не списать на то, что он впал на темную сторону, у него там трудная жизнь. Нет, это технические недоработки, которые в том же фильме «Капитан Марвел» 2019 года исправляли, когда Сэмуэль Л. Джексона превратили в молодого Ника Фьюри обилием компьютерных фильтров. И здесь это проблема. Ну и классические траблы ввиду сцены без использования рукопашного боя. То есть дурацкие перестрелки, странные декорации, набор локаций это сплошные кишкообразные коридоры, которые вы сто раз видели в фильмах и сериалах. Все это, разумеется, снято на зеленке с минимумом натурных съемок. И об этом можно сложить свое впечатление, что сериалом занималась две группы людей. Часть людей очень хотела рассказать историю. Они привлекли известных актеров, известных, любимых актеров. Они привлекли это не спойлер, на камео Лиама Ниссона для Квайгон Джина и Макдермада для того, чтобы он сыграл Палпатина. Они оба появляются каждые на 10 секунд, но, тем не менее, они появляются, это уже хорошо. И вот возникает ощущение, что была группа людей, которая хотела сделать конфетку с ресурсами, с тем, что из сериала шестиэпизодного, то есть почти шестичасового, можно выдать много материала, драмы, сюжеты, истории. Но другая группа, она то ли решила сэкономить, то ли не умела, то ли не знала, то ли ковид сказался, технические аспекты, которые решаются деньгами, и деньги есть. Известно, что бюджет у сезона большой, это один из самых ожидаемых, один из самых любимых героев вселенных в целом. То есть, Мандалорец выглядел лучше, а здесь технические вопросы будто решались неумехами. И сразу возникает вопрос, второй сезон, который становится все более и более очевидным ввиду коммерческих успехов, несмотря на низкое качество субъективно сериала, он пользуется большим успехом аудитории, много просмотров, рекордсмен площадки, и несмотря на это второй сезон будет, скорее всего. И главный вопрос, даже не то, что будут там рассказывать. Опустим тот момент, что необходимость истории, рассказывающая между третьим эпизодом и четвертым, была весьма сомнительная. Драма между сценами все-таки разная, если учитель надолго сбежал от своего ученика и пал от его рук в бою, как от незакрытого гештальта, или если он там с ним регулярно сталкивался, встречался, и они все никак свои между собой решить не могли. Ну и тут разумеется, динамика разная. И проблема отцов и детей актуальна, уже третий проект подряд нам пытаются пропихнуть классическую формулу, суровая, взрослая, овеянная, аура и несчастье фигура, и маленький отщепенец, который бегает рядом. Вначале это был Биби Йода, который летал с Мандалор, с Мандалором, с Мандалором, с Мандалором, с Мандалором, с Мандалором, потом это была Омега, клон, недомерка, которая бегала с бракованным клоном Хантером из анимационного сериала «Бракованная партия». Ну и теперь это маленькая, бесспорно очаровательная, старательно играющая принцесса Лея, которая все еще цепляется за халат Кеноби, и ощущение, что вот попроси Лукас Финн снять что-то без привязки взрослого, который защищает несаностоятельного, но очень важного для сюжета ребенка, у них возникнут вопросы. Как они могут развивать историю во втором сезоне? Вопрос хороший. С Люком Кеноби познакомили, нет никакой гарантии, что теперь не похитят и Люка, и Кеноби не отправится за ним, но все предпосылки имеются. Ввиду неотвратимости стремительно выходящего в огромных количествах медиа-контента на площадке Дисней Плюс, единственное, на что нам остается надеяться, это что, моль бы фанатов, которые не спешили закидывать десятками сериала, описали аргументированную и внятную критику, не связанную с тем, что чернокожую актрису взяли на роль главного инквизитора, это вообще в данном случае никакой погоды не делает. Вот те технические вопросы, которые можно устранить, которые делают Звездные войны именно Звездными войнами, это разные расы, это разные планеты, а не просто сборник маскарада людей в загримированных костюмах, это пугающие, антропоморфные, гуманоидные существа, а не женщина с желтыми щупальцами вместо дредов и мужчина с акулей улыбкой и странными контактными линзами. Очень хочется верить, что все наши мольбы, я присоединяюсь к ним, они будут учтены, в следующем сезоне. И на этом наша экспериментальная рубрика заканчивается, и не только она, постепенно, неотвратимо мы двигаемся к нашему финишу. Ну и на этом у нас все. Мы заканчиваем на сегодня, но спешу тебя уверить, что через неделю мы вернемся с новым набором Настолок, Новостей, Бубнижа про сериалы и много чего еще. До скорой встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова